Урал Бьюти Фест уникальное событие для всего нашего региона. Тут дело и в масштабе. Более 80 спикеров, 200 стендов с бьюти новинками и услугами, 3 крупных чемпионата. А также фестиваль стал очень звездным. Встретиться с лучшими представителями модных отраслей и узнать о тенденциях и перспективах стало одной из главных задач нашего репортажа. Визажист Светлана Гребенькова. Мастер-класс этого топового российского коучера был посвящен адаптации подиумного мейкапа в обычную жизнь. Если говорить о трендах, что прям вот писк, в акценте, конечно, кожа, здоровая, ухоженная кожа. Это тренд с прошлого года, он еще очень долго будет трендом номер один. Поэтому макияж чистый, нют, как будто не накрашенный, но с тщательно проработанной, хорошей кожей. Это прям тренд. Если говорить еще из актуальных тенденций, это монохром, то есть макияж в одном оттенке. Когда вы берете розовый, берете красный, коричневый, используете его и на веки, и на губы, и на румяна. В общем, по-разному совершенно, да. Но главное, чтобы он везде был один оттенок на всех деталях лица. И еще один тренд, который я показала, это аппликации. Аппликации на лице, на теле, из камней или из трасс. Это максимально осторожно, если говорим о том, чтобы принести в жизнь, чтобы это была не сцена, не театр. Стилист и телеведущий Влад Лисовец в рамках фестиваля был не только жюри конкурса дизайнеров BN Fashion, но также дал класс создавать и жить в красоте. В интервью он поделился мастхевами сезона и новой концепцией красоты. Наверное, точно нужно купить казаки, это очень модно, и мужчины, наверное, нужно купить что-то в очень широкую полоску. И насколько возможно, максимально выглядеть легко. Потому что как только я захожу на мероприятие и вижу девушку, у которой невероятно красивая юбка, куртка, жигет, сумка, сапоги, и она при этом стоит и всем своим поведением показывает, что вы вокруг все Г, а я здесь королева. Вот эти люди для меня некрасивые, и образные, я считаю, что она проиграла, просто так потратила деньги. Когда люди умеют состояться, позволить себе Вейтман, Баленсиагу, Гошу Рубчинского, я не знаю, там, Марни и все остальное, и при этом легкие, мягкие, свободные и не кричат вокруг и никому ничего не доказывают. Вот здесь для меня фэшн, стиль, порода, красота, достаток и все остальное. И счастье. Настоящим эксклюзивом второго дня фестиваля стал закрытый показ еще одного жюри конкурса дизайнера Леонида Алексеева, выпускника лондонского Сейф Мартин, одного из хедлайнеров «Фрашн Фэшн Вик» и незменного участника Петербургской недели моды. Редкие, необычные декоры в коллекции из фарфора настолько дорого обошлись модельеру, что решено было оплатить эксклюзивную работу художниц платьями из коллекции. Работали в стиле, свойственном императорским борцам, императорской семье, поэтому немножко такая барочная тема. Есть элементы, сделанные из фарфора, любимого материала царской семьи, также большое количество золотых оттенков, кружева. В общем, очень хотелось сделать что-то, что будет ценно, как историческое вдохновение, потому что мы привыкли сегодня, что одежда – это коммерческие продукты, его надо продавать, тиражировать. А это не тиражируемо, это специально сделано в единичном экземпляре, ну, для того, чтобы нам попробовать, а можем ли мы тоже работать в техниках великих мастеров, которые, конечно, в совершенстве этим владели, мы только начинаем этот путь, но также хочется поддерживать это в нашей стране и в вашем городе, развивать традиции портновского искусства. Самым востребованным спикером среди начинающих дизайнеров стала Дарья Ядерная. Куратор направлений бизнес в индустрии моды и креативное предпринимательство в британской высшей школе дизайна рассказала о секретах коммерческого успеха. Мне кажется, самая большая проблема в том, что дизайнерам никто не рассказывает о том, как эти коллекции должны продвигаться и продаваться. То есть достаточно много школ, где их учат дизайну, как создавать коллекции, как чтобы круто, как чтобы стилистически выверено, как чтобы целостно, но потом никто не рассказывает им, как это можно продать и можно ли на этом заработать. Поэтому дизайнеры делают эти коллекции, потом не могут продать, не хватает инвестиций на разработку коллекции. Очень много талантовых ребят и брендов, которые погибают просто потому, что они не могут коммерциализовать то, что они делают. Хочется просто пожелать более масштабно мыслиться, не ограничиваться тем, что я в своем регионе могу продаваться, но куда-то еще, нет, ни в коем случае, как же я вот буду. Сегодня мир – это маленькая деревня, продаваться можно где угодно, а можно быть в Екатеринбурге, а продаваться в Париже, в Гонконге. Чего ждут за границей от русского дизайнера? Самое важное – это не пытаться выглядеть не русским дизайнером. Вот это очень важно. У нас дизайнеры все пытаются выглядеть как будто это итальянский бренд, французский бренд, бельгийский, японский. Не надо этого. Прикупают русский дизайн именно за то, что он русский. Я не имею в виду даже под словом русский, там, ну, то, что мы увидели в плане, там, покошники, там, посадские платки, там, в дизайне и так далее. Я имею в виду русские с точки зрения характеристики, там, русский авангард, русский балет, супрематизм, какие-то вот такие тематики того, как мы пропустили Россию, да, через себя. Более подробно узнать о секретах макияжа и прическах 2017 года, дизайнерах новой волны и развитии кутюра в нашей стране, можно подписавшись на наш канал в Ютьюбе.